Здравствуйте, друзья! С вами Антон Сарвачев. Прежде чем мы начнем, парочка важных объявлений. Первое. Радикальные феминистки на РОИ запустили голосование. И если им удастся собрать требуемое количество голосов, то нас с вами ждет еще более жестокое будущее, чем оно есть. Алименщиков начнут уже не просто сажать в тюрьмы, а расстреливать. А мужчин, которые проживают с женщинами, просто будут по беспределу выкидывать из их домов. Ссылка на эту петицию, по которой вы можете проголосовать против этих мужененавистнических, людоедских нововведений, которые предлагают феминистки, находится в описании под видео в закрепленном комментарии. Также второе объявление хочу вам порекомендовать проверенного комрада, адвоката по мобилизации и по уголовному праву. Его контакт также будет в описании под видео. И также жду вас на своем бусте, где у нас есть закрытый телеграм-чат, и где множество контента выходит, который не появится никогда в открытом доступе. Сегодня давайте поговорим на такую тему, как распознать в женщине психопатку. Интернет пестрит видео, где разные психологини рассказывают, как распознать в мужчине нарцисса, психопата, абьюзера. А противоположных видео достаточно немного, восполняя этот пробел. Итак, вообще, что такое психопатия? Ну, есть на самом деле разные определения этого термина, но мне нравится такое. Психопатия – это душевная болезнь. Кстати, психиатры подчеркивают, что в отличие от других тяжелых психических расстройств, психопатия, как правило, не признается медицинским критерием невменяемости. То есть нельзя сказать, что вот у меня женщина психопатка, а что с нее взять, она невменяема. Да нет, вменяема. И может отвечать за свои поступки, за свои дела. И более того, обязана это делать. Итак, какие виды, может быть, симптомы даже психопатии выделяют? Ну, первый критерий того, что ваша женщина может быть психопаткой – это она отличается повышенным эгоизмом, своенравностью, способна идти к цели любой ценой. Ну, то есть прям совсем любой. Переступить через человека, через вас уж тем более вообще, нечего делать. А очень злопамятные. Таким женщинам трудно уживаться в коллективе. Очень мстительные, злопамятные. Это отталкивает от них окружающих. Ну и, соответственно, вы будете страдать от ее неконтролируемой ревности. Знаете, у нас так распространено у мужчин, что ох, эти дети женщины ревнуют, значит, любят. Ха-ха-ха, да нет, проснетесь с ножом в спине. В прямом смысле слова. Не в переносном, я про эти ножи постоянно слышу на консультациях. А в прямом смысле слова. Проснетесь с ножом в спине или без пиписьки. И тогда поймете, что значит неконтролируемая ревность психопатки. Далее. Такая женщина руководствуется эмоциями и старается привлечь к себе внимание. Одобрение окружающих. Предпринимает постоянно попытки манипуляций. Капризность сопровождает таких женщин всю жизнь. А слезливость на публику довольно распространенное явление. Тоже, если у вашей женщины это есть, вполне возможно, что она обладает совокупностью таких вот черт характера, которые называются психопатией. Такие женщины чрезмерно погружены в собственный внутренний мир. Женщины отличаются таких холодностей к людям. Предпочитают избегать частого общения. Да, и тут нужно понимать, что это в принципе может быть как все вместе, так и психиатры. Многие выделяют такие вот совокупности от характера, которые я перечислил уже три штуки, в отдельные виды психопатии. Поэтому, если вы начинаете узнавать вашу какую-то знакомую или, не дай бог, вашу жену, есть повод над тем, чтобы задуматься в том, что я говорю. Итак, далее. Есть психопатки, женщины, которые чрезмерно погружены в собственный мир, отличаются холодностью к людям, избегают частого общения. Такие, знаете, типа они домоседки. Вот, типа домоседки. У нас мужчины очень любят, кстати, таких, особенно себе в жены присматривать. Типа она по клубам не ходит, нигде не работает. Буду ее, значит, обеспечить и контролировать. Ага, сейчас. Следующий вид, подвид психопатии – это наличие множества комплексов, что делает женщину максимально чувствительной к критике со стороны. Регулярно такая женщина занимается самокопанием. Нередко такие женщины сверхисполнительны только для того, чтобы угодить другим в попытках избежать плохих слов, адресованных им в связи со странным характером. Тоже, вполне себе, возможно, это женщина-психопатка. Далее. Есть женщина, вот такая вот вариация зависимого расстройства личности, при которой женщина сильно предана важным ей людям. Например, матери. Однако она имеет низкую работоспособность, быструю утомляемость, а неспособность решать проблемы очень мешает строить успешную жизнь таким вот психопатам. Ну, вспышки ярости, да, вот здесь у следующего вида психопатов могут возникать. По поводу при его отсутствии. Неуступчивость. Ну, это вот опять же, про что мы выше говорили, да. Проснуйтесь ножом в спине или без яичек, так сказать, да, вот поймете, что... Ой, да, что она там, ой, ревнует, там, что-то в ярость впадает, да и фигня. Так мило смотрится. 60 килограмм ярости, а я-то вешу там 120. Но вы все равно, вы спите, вы кушаете, да. Вы не всегда можете отразить атаку ножом. А по статистике, если мужчина бьет кулаком, то женщина берется за нож, пепельницу или что-нибудь тяжелое. И здесь уже не важно, сколько она весит, 60 килограмм или 160. Также некоторые типы женщин-психопаток склонны жить сегодняшним днем, не думать о последствиях, доставляют массу неприятностей. Ну, на кредитов понаберет, например. И, соответственно, решать эти неприятности она самостоятельно не умеет. Что вы думаете по всему этому поводу? Узнали ли вы, может быть, кого-нибудь из ваших знакомых или вашу жену или девушку в этом во всем? Пишите в комментариях под видео. От себя я хочу добавить, что мы с вами все-таки не психологини. И видеть в каждой женщине-психопатку, конечно, такое себе. По статистике, 5% женщины являются психопатами. Это женщины любят видеть в каждом мужчине насильника, абьюзера, нарцисса, психопата, черта его возьми, черта с рогами, да? Нам же с вами нужно понять, что все-таки такие классические опасные психопаты встречаются достаточно редко. Но встречаются, и распознать их вам помогут те качества, которые я сейчас рассказал. Жду вас на моем бусте. Также подпишите петицию. И если у вас вопрос по мобилизации уголовного права, обращайтесь к Амраду. Ссылки на все находятся в описании под видео и в закрепленном комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok